Здравствуйте дорогие друзья, с вами вновь Игорь Илдашев и напоминаю, что мы ведем прямые встречи, беседы и репортажи с выставки ГАЗНЕФТЕХНОЛОГИЯ 2018 в городе Уфа. Уважаемые друзья, мы очень часто и кропотливо пишем о работе одного из объединений в нашей отрасли арматуростроителей, это центр кластерного развития Курганской области, новой технологии арматуростроения. По сути это объединение с рабочим началом, с рабочей действительностью, плодом одной из которых является сегодняшний стенд, где мы сейчас находимся с директором кластерного объединения Сухровым Сергеем Евгеньевичем, который сегодня нам подробнее расскажет о итогах, о работе кластера сегодня. И собственно говоря, какие проводятся сегодня уже этапы по дальнейшему развитию и взаимодействию между машиностроителем Курганской области и кластерным центром КТОК. Здравствуйте, Сергей Евгеньевич, рады вас приветствовать. Давно мы не делали интервью на камеру, но тем не менее это не умиляет ваших успехов, потому что мы пишем и видим, центр работает, он помогает машиностроителям. Несколько слов о достижениях 2018 года, что уже сегодня удалось реализовать из планов, что запланировано, что будет в ближайшее время. Напомню, что кластер мы создали в 2014 году и он поэтапно развивается. Когда мы создали кластер, объединилось 16 предприятий и производители ТПА, и оказывающие услуги, и технику, и университет. А сейчас в кластере порядка 60 предприятий, из них 12 производителей троп-родной арматуры. И вот уже на этом стенде присутствует предприятие, которое в прошлом году вступило в кластер. Это заворал Арматура Плюс. И в этом году мы продолжали различные мероприятия, которые способствуют продвижению продукции участников кластера, продвижению бренда кластера. И они касаются работы и в регионе, и на уровне Российской Федерации, и в министерствах. Поэтому достаточно широкий спектр. Вот эту половину года мы работали с Минпромторга по утверждению нашего кластера, как промышленного кластера. Наш кластер зарегистрирован в Минеке, как территориально-отраслевой, а в Минпромторге не зарегистрирован. Программы, касающиеся модернизации, они проходят через Минпромторг. Поэтому нам интересно было попасть в программы Минпромторга. И 22 декабря мы подали документы в Минпромторг для регистрации как промышленный кластер. Работали практически все эти месяцы до начала мая по исправлению замечаний и предложений, которые были с Минпромторга. И сейчас мы ждем заключения Минпромторга о регистрации промышленного кластера. Надеемся на то, что получим аккредитацию, потому что там мы желаем еще поработать по импортозамещению, по неокрам, по таким делам. Активно работали в конце прошлого года и в этом году по продвижению нашего центра испытаний и сертификации. В ноябре прошлого года мы получили аккредитацию в Росаккредитации. Сложная была работа, но добились. Причем надо отдать должное. Нам даже в этом вопросе помогал заместитель полномочного представителя президента Моисеев Уральского ведерного округа. Большое ему за это спасибо. А в этом году мы прошли аттестацию Росатома. И вот ждем уже заключения о включении в реестр. Тоже очень большая работа была проведена. В регионе в начале года мы хорошее мероприятие провели неделю науки под брендом арматурного кластера. И работали с предприятиями, со студентами, будущими нашими работниками. На выставки ездили. Темпер и группа предприятий посетила выставки Акватерм. Вот в этом году, вот в этом сейчас участвуем. Пять предприятий участвуют в Уфе. И планируем еще выставку в Тюмени посетить. Буквально вот я приехал. Сейчас, на прошлой неделе, мы провели стратегическую сессию, посвященную подготовке кадров. Все это вылилось... Тема вылилась с прошлой сессии, которую мы проводили в декабре. И сами директора предложили, давайте мы комплекса рассмотрим, подготовку кадров техникумы, колледжи, университеты. И в результате очень интересная дискуссия прошла. Она касалась не только подготовки студентов, рабочих, но и переподготовки мастеров, сменных мастеров. Средняя звена управления. Да, да. И действительно, разговор получился комплексный. И согласно решению сессии, мы сейчас будем это все проводить в жизнь. Подготовку и переподготовку. И центральное событие, считаем, в этом году, это подготовка и проведение форума арматуростроителей России, который предложил провести ассоциация арматуростроителей России. И 20-21 сентября мы планируем этот форум провести. Получена поддержка правительства Курганской области, губернатора. Так что сейчас, после этой выставки, нацелимся на наработку по подготовке форума. Сергей Ильич, если сегодня говорить все-таки о поддержке курганских машиностроителей в области импортозамещения, в области лоббирования интересов перед заказчиками, потому что многие машиностроители хотят работать с заказчиками с помощью кластера, как продвигается в этом направлении тема, вообще, как сегодня кластер помогает знакомить, рассказывать именно перед конечными потребителями, участниками кластера? Работаем по разным направлениям. Это межрегиональное взаимодействие. Здесь мы в основном работаем в департаменте промышленности других регионов. Ну, Ханты-Манси, Ямал, Тюмень в основном. И вот, когда проводил полномочный представитель президента в Ханты-Мансийске в Югре семинар, то как раз туда направили делегацию от Курганской области, в том числе были участники нашего кластера Шушарин, генеральный директор РТМТ, и Мальцев, генеральный директор Центра испытаний. Представляли там наши интересы всего кластера. И довольно-таки серьезную и продуктивную работу мы продолжаем вести по продвижению кластера через полпредства наше. И еще раз повторюсь, помогают, это им здорово, а не нам. А следующая работа, это, конечно же, продвижение через Минэкономразвитие, через Минпромторг. То, что я тоже говорил, Минпромторг как раз и интересен в плане модернизации и импортозамещения. Такая тема у нас есть. Дальше планируем на восток идти по продвижению нашего бренда и продукции. Но тут это принимается с согласия и с указания директоров. Они сказали, пока давайте поработаем в центре России, на западе. Но такая перспективная тоже работа у нас намечена. Замечательно, потому что мы видели и следим за вашими новостями. Постоянно вы поддерживаете в ваших машиностроителях, членах кластера, мнения тем, что вы софинансируете по многих проектах. Можно более подробно о софинансировании. Вот вы уже сказали, что завод Темпер участвовал в выставке Акватерм. РТМТ была организована встреча в Хантамасийске. А какие еще проекты, планы у вас идут, реализовываются и, конечно же, намечены на будущее? Ну, вот на ваш первый вопрос по софинансированию мы работаем по методике МИНЭКа. На основании заявок, предложений, решений Крадиционного совета составляется план работы на следующий год. И согласно плану этого, который утверждает весь Крадиционный совет, директора и собственники, мы этот план защищаем Минэкономразвитие и, соответственно, получаем под него определенные федеральные деньги. А дальше уже на каждое мероприятие, которое мы финансируем с федеральными деньгами, участник кластера, который принимает участие на трате, должен сделать софинанс 10%, не менее. И, соответственно, маркетинговые исследования, продвижение бренда, каталоги, буклеты и прочее. Все это за федеральные деньги, но с 10% суверентирования. Участие в выставке, вот все здесь участники, они существенно сэкономили, потому что мы заплатили приличные деньги, а они 10% от этой суммы. Далее разработка бизнес-планов, программ развития. Все это вот тоже идет с 10% софинансированием. Поэтому участники кластера сами чувствуют и видят. Финансовую поддержку. Да, понимают это дело. Поэтому с удовольствием и участвуют в работе кластера, и новые идеи приносят интересные. И в результате мы их потом реализуем. Хотя вот если так вот немножко в лирику удариться, когда предложили создать центр испытаний сертификации, в 14-м году это было. Не то, что противника, все так смеялись, улыбались так. Ну что, потренируйтесь. Но когда это все получилось, то уже все совершенно по другому отношению. Поняли, что действительно можно решать очень серьезные вопросы. Ну, как говорится, знаете, всегда кажется со стороны, что это легко и забавно. На самом деле, действительно, уже сегодня, по прошествии, можно сказать, 4-х лет, видна работа кластера. И самое главное, кластер не распадался. То есть, пророчили, помните, что кластер быстро закончится, не будет сторонников у этого объединения. Ну и, собственно говоря, уважаемые друзья, я помню, с каким-то скептизмом встречали эту идею вообще объединения. Даже называли какой-то пирамидой. Ну, сегодня можно понимать, что уже кластер работает потихонечку, помаленечку, даже в сложные года. Все понимают, что сейчас идет стагнация на многих процессах рынка. Но, тем не менее, кластер предоставляет вот такие софинансирования, проекты. И самое главное, я заметил, что люди начинают чувствовать эту софинансирование, поддержку. Тот же завод «Темпер». И я знаю, что выделяются даже колоссальные средства на постройку и модернизацию многих предприятий и производств. Вот. И я помню, что одним из последних обсуждалась как раз вот эта лаборатория. Расскажите несколько слов о центре испытаний. Какова сегодня у него ситуация, позиция, что дальше. Потому что мы знаем, что, вы правильно сказали, Росатом подтвердил полномочия именно в испытании по их методике, по программам. Какие дальше будут планы развития именно испытательной базы? Да, значит, мы начинали с планов по развитию стендового оборудования для нефтегазового сектора. Но постепенно аппетит приходит во время еды. Денег нам сначала 50 миллионов выделили, потом еще 30. Всего, получается, мы уже получили порядка за 80 миллионов федеральных денег. Плюс софинанс идет от бизнеса. Поэтому, ну, на эти деньги можно действительно реализовать. И мы создали на базе Курган спецарматуры Курган-Сельмаша первую площадку, где специализация нефть-газ. Там большое кольцо стенд стоит и соответствующие стенды сопутствующие. А у нас создана вторая площадка, 200 метров возле ТЭЦ, которые нацелены, и стенды там созданы для испытания ТПА для атомщиков и энергетиков. Деличие испытания. Да. И сейчас мы уже планируем создать сейсмику, участок, плюс еще пожарные, противопожарные испытания. И довольно-таки... В огнестойкости. Да, огнестойкости, да. Так что перспективы довольно-таки интересные. В конце апреля было совещание в Лукойле. И там представители Лукойла, которые уже были у нас и смотрели, и размещают арматуру для испытания. Они сказали, что официально заявили, что сейчас это единственный в стране центр, независимый, вот что самое главное, независимый испытательный центр, который прошел аккредитацию, Росаккредитацию и Росатома. То есть, по сути, уникальное получилось объединение, которое от машиностроителей, от финансирования пришло уже к реальным испытаниям, к реальным результатам. Да. Ну и, конечно, самое главное, что этот центр за забором предприятий. Не Кашира, куда везти, да, не Питер. То есть, это в центре страны, по сути. Да. А это вот, замечания сделали, свозили, изменили, через час привезли и дальше продолжаем. Да, и добавлю еще, Сергей Евгеньевич, у конечных потребителей, особенно на месторождениях, существует проблема. Проблема монтажа, испытания продукции, в случае каких-то разногласий. Напомню, друзья, что Курган находится непосредственно недалеко от Тюмени. Тюмени, это, сами понимаете, анклав нефтедобывающих компаний. И, конечно, это удобно, удобно конечному потребителю. Я думаю, что, конечно, у кластера есть большое будущее. Уже сегодня оно обозревается действительно яркими чертами. Сергей Евгеньевич, спасибо большое за встречу, за интересный разговор. Я думаю, что в ближайшее будущее мы приступим в активную фазу помощи вам подготовки форума. И, конечно же, наш журнал, являющийся, по сути, членом кластерного объединения и, конечно же, журналом кластера, без всяких высокомерных фраз, всегда будет писать и освидевать о ваших членах, о ваших участниках. Уважаемые друзья, я хочу отметить, особенно тем, кто входит в кластер, не стесняйтесь, пишите, пишите и присылайте нам материалы. Мы всегда вас поддержим, особенно если вы входите в состав Курганского кластера, потому что мы официальный журнал и портал. Мы готовы писать, рассказать о вас. Благо, у нас есть договоренность и, конечно же, понимание общего хорошего большого дела. Сергей Евгеньевич, удачи вам в развитии и, конечно же, до новых встреч. Ждите в гости в Курган, приедем скоро, точно. Успехов вам! Успехов, спасибо. Удачи вам, уважаемые друзья. Оставайтесь с нами, будет дальше интересно.